Всем привет, дорогие друзья! Одну интересную статью прочитал. В ней нет ничего уникального, но автор, наверное, сделал то, что требует прям время сегодняшнее. Он провел некий такой анализ, который мне очень понравился. Сравнительный анализ. Сейчас расскажу в двух словах и поймете. Он показал, от чего мы когда-то ушли и к чему в конце концов вернулись. И вот во всей этой статье стоит вот такой жирный знак вопроса, типа задай себе этот вопрос сам. Речь идет о периоде существования нашей страны за последние сто лет. Он взял в качестве точки отчета дореволюционную Россию, ну и в качестве конечной финальной точки Россию нынешнюю, процветающую, якобы встающую с колен. И прямо начался, начал вот с этих вопросов. Давайте вспомним, чем была Россия дореволюционная. По сути, это была огромная, но при этом и нищая аграрная держава, которая вообще никак не развивалась. А весь мир к тому моменту уже понял, что надо идти по пути индустриализации. Что надо вкладывать деньги в развитие промышленности, в машиностроение. То есть, в том, что в конце концов облегчит труд людей, увеличит производительность труда, в конце концов. А мы по-прежнему пахали на лошадях с тяпочкой, там с палкой-копалкой. Да, кто-то мне возразит, при этом мы же экспортировали зерно. Экспортировали? Ну, какой ценой? Вот этот крестьянин от зари до зари. Сидел в поле, работал, пахал на себе. Он не высыпался. Он уставал, как собака. За счет того, что у нас просто огромные площади, огромные территории. Мы экспортировали, ну, за копейки. Люди у нас были нищими и бедными. Подавляющее большинство людей. Были нищими и бедными. Расслоение было чудовищным. То есть, была какая-то небольшая прослойка каких-нибудь дворян. Условно назовем их феодалами. А подавляющее это большинство людей. Это голь. Это нищета. Сплошная, которой слащие редьки ничего не пробовали. Более того, подавляющее большинство были темными, необразованными людьми. Часто пьющими. Несмотря на то, что в 861 году отменили крепостное право, во многих городах и весях, деревнях, мало что изменилось. Потому, что у людей не было элементарно средств на то, чтобы уйти от своего барина. На то, чтобы выкупить от него документы и начать создавать какое-то собственное хозяйство. Просто не было на это средств. Поэтому, по факту, да, крепостное право было отменено. Но, по сути, они как пахали на своих этих вот хозяев бывших, так и продолжали пахать за похлёбку, условно говоря. Недовольство, конечно, в массах росли. Плюс тогда нас постоянно какие-то войны втягивали. Это опять било по карману, причём не правящего класса, а по карману самого бедного населения. Часто войны были бессмысленными. Люди гибли ни за что, там погибали целые кормильцы. И вот, если бы большевики эту революцию не устроили, она бы всё равно случилась. Может быть, чуть позже. Может быть, другие люди её совершили. Но тогда назрели перемены. Все хотели какого-то движения вперёд, какого-то развития. Потому, что мир не стоит на месте. Мир постепенно развивается. Мировая экономика даже этого требует. Это процесс выживания, если хотите. В дикой природе примерно то же самое происходит. То есть, если какое-то животное или какое-то растение не будет эволюционировать, оно просто погибнет. И тогда, да, пришёл такой вот момент, что произошла революция, произошли перемены. К ней можно относиться как угодно к той революции. Кто-то называет её переворотом, кто-то захватом власти, кто-то уничтожением Великой Российской империи. Повторюсь ещё раз, не была Российская империя Великой. Это была чистая видимость. Это была отсталая, допотопная страна, которую по праву считали дикой страной. С чудовищно необразованными тёмными людьми, нищими. Нас дикарями называли. Что сделали большевики после этой революции? Во-первых, они действительно пошли по пути индустриализации. А они начали строить заводы, фабрики. Они поняли, что это нужно делать. Что это в конце концов положительно скажется на экономике. Они уравняли людей в правах. И самое главное, что они сделали, они посадили всех за парты. Они заставили людей учиться. Даже в самых отдалённых каких-то там городках и посёлках. И это потом привело к положительным результатам. Ведь уже через 30 лет, через 40 лет существования советской власти мы запустили в космос белку и стрелку. Мы запустили в космос искусственный спутник Земли. Мы изобрели бомбу атомную. Мы запустили в космос космонавта, человека первого. У нас была мощная авиация, в том числе и гражданская. Да много у нас что было? Прошло всего 30 лет. Сразу же после революции, что большевики сделали ещё? Они подключили людей к цивилизации. Помните вот этот вот слоган тех лет? Плюс электрификация всей страны, которую... Ну, то ли Ленин, то ли не Ленин. Сейчас сложно докопаться, кто объявил. Но они это сделали. Они провели электричество даже в самые отдалённые какие-то городки, посёлки, деревеньки. Недаром, да, там была такая пословица «Лампочка Ильича». Действительно, это при большевиках всё было сделано. Причём в кратчайшие сроки они начали строить железные дороги. Что очень облегчило многие вещи. Не только в плане передвижения по огромной стране. Ну, повторюсь, это же ещё и перевозки каких-то товаров. То есть, это ещё большой плюс и большой вклад в экономику. Вот всё это сделали большевики за два, за три десятка лет, за четыре в общей сложности существования Советского Союза. При этом давайте не будем забывать, что большевики умудрились пережить три страшнейшие войны, которые, не дай бог, наголо, чтобы никому не свалились, ни одному будущему поколению. И нашему в том числе. Это была Первая мировая война. Страшная война. Это была братоубийственная гражданская война. Это была Вторая мировая война. Ах, да, четыре, потому что я ещё русско-японскую забыл. Которая вообще четыре года продолжалась. Понимаете, даже учитывая то, что большевики пережили такое количество страшных войн, они сумели через 30-40 лет вывести страну, ну, в общем, в лидеры, наверное, экономические, может быть, не в лидеры-лидеры, но где-то там на верхних позициях мы находились, с нами считались. Это было. Вот за это воевали наши деды. Нам очень любят рассказывать. Деды воевали. К чему мы пришли сегодня? Давайте проанализируем. Слушайте, вот я там чуть выше рассказал про электрификацию всей страны. Сегодня. У нас газ. Не в каждом городе есть. Не в каждый город проведён. Про деревни я вообще молчу. Хотя в 21-м году, дорогие мои. Новая Россия исполнится 30 лет. Мы отстали от всего мира в плане производства, в плане индустриализации, в плане информационных технологий, цифровой экономики на долгие лета. То есть нам их догонять и догонять. Чем мы занимались всё это время? Да бог его знает, с колен вставали. Мы угробили то, что было, но не создали ничего своего. У нас всё вокруг импортное, китайское. В основном ширпотреб. Нам 30 лет назад открыли границы и сказали, ребята, езжайте, посмотрите, как мир-то выглядит. Нам разрешили выезжать. Знаете, сколько сегодня на руки гражданам выдано загранпаспортов? Вы обалдеете, когда я вам скажу. 7% граждан имеют вот эти самые загранпаспорты. А 7% всего из них, даже у тех, у кого они есть, кто-то не был за границей. Вот у меня тёща 55 лет исполнилось. В этом году решили мы ей подарок на 55-летие сделать. Купили путёвку. Вот она впервые в жизни поедет за границу отдохнуть летом. Человеку 55 лет он никогда нигде не был. 55, можете себе представить. А сколько таких людей ещё? Да даже те, кто куда-то ездили, ну да, максимум в Турцию. Или в какую-то недорогую страну. Нельзя же сказать, а в мире столько есть прекрасных мест. Почему? Потому что денег у людей нет. Или просто нет денег. Более того, мы сегодня, мы напоминаем вот этих вот крепостных крестьян, которых вроде как освободили от крепостного ига. Но они так крепостными и продолжают оставаться. Здесь так же. Езжай, пожалуйста. Кто тебе не даёт посмотреть, как Париж выглядит или Лондон? Да денег нет. Более того, мы сегодня все закредитованы. Это политика государства. Я больше чем уверен, что в каждой семье, включая мою, есть хоть один человек, который платит по какому-нибудь кредиту. Если ты взял какой-то серьёзный кредит, например, на ипотеку, или на дорогой автомобиль, или на строительство, то из этого рабства вообще никак не вылезть. У нас сегодня практически единственный способ для молодых людей обзавестись крышей над головой собственным жильём. Это дождаться, когда там мама, бабушка, дедушка умрут, и вот тебе квартира останется в хрущёвке по наследству. Вот в 90% случаев это единственный вариант для молодых людей обзавестись жильём. Народ сегодня деградирует, как деградировал когда-то. Тупеет. Потому что уровень образования стал кошмарным, чудовищным. Рухнул до нельзя. Мы опять превращаемся в тех вот тёмных крепостных крестьян, которые кроме как водку жрать ничего не умеют. И за примерами далеко ходить не надо. Войдите, я не знаю, вот сейчас досмотрите этот ролик, найдите на Ютьюбе огромное количество всяких опросов. Мои коллеги-блогеры их записывают. Они спрашивают выпускников школ. Простые вопросы задают. Кто был маршалом Победы? Кто такой Ленин? Кто там написал чудные мгновения? Смешно. Я вспомнил один момент. Мне тут позвонил один мой знакомый предприниматель. Он врач. Построил в Подмосковье частную клинику. Набрал весь персонал. Осталось только секретаря делопроизводителя. То есть он и секретарь, и делопроизводитель человек должен выйти. Естественно, поскольку делопроизводитель, поскольку бизнес у него это больница, там надо какие-никакие мозги все-таки иметь, а не только кощ подавать. Очень долго не мог найти себе сотрудника на эту должность. Приходило огромное количество соискателей. И он им на собеседование задавал один единственный вопрос. Отчего умер Пушкин? Ты не поверишь. Подавляющее большинство ответить не могли на него. Вот, ребят, куда мы катимся. Вот так вот потихонечку. Да, то, что там в слове «мама» 8 ошибок люди делают, когда пишут комментарии, я уже даже привыкать начинаю. Я думаю, как и многие из вас. Так отчего мы ушли? Вот, я вам только что вспоминал про дореволюционную Россию. Мы обратно туда хотим вернуться. Обратно в каменный век. Обратно в трущобы. А следующим шагом что будет? Ну, социальное неравенство, конечно же, сегодня. Вы сами все это прекрасно знаете. Есть очень богатые люди, есть очень бедные. Ничего не меняется. Нас обдирают, обдирают и обдирают. Нас постоянно куда-то там втягивают в какие-то непонятные процессы. Я сейчас не про войны даже говорю. Да? Просто войны стали другими. Не такими, какими они были в начале прошлого века. А вот эти вот санкции – это не что иное, как экономическая война. И мы с голой жопой опять в эту войну ввязались. Причем они, те, кто ввязались, у них все нормально. То у нас с вами голая жопа. Это нас обирают. Ведь эти все налоги, вот эта вот доильня, она происходит только по одной причине. У них там проблемы, у хозяев жизни. А платить за это должны мы. Я очень много вам об этом рассказывал. Но мы продолжаем стремиться. Упорно идем в этом направлении. Мы упорно опять хотим вернуться в Средневековье. Мы упорно, или даже, может быть, не в Средневековье, а еще дальше. В пещеры, там, или во времена Юлия Цезаря. Упорно хотим становиться и становиться рабами. При этом гордимся, радуемся. Подумайте об этом. Увидимся, услышимся очень скоро. Все, пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok